всем самый добрый день сегодня готовлю закуску из баклажанов на зиму закуска получается вкусной и сохраняются все кусочки баклажаны нарезаем произвольно пополам и каждую половинку еще пополам то есть на четвертинки середину мягкую нужно удалить потому что она в закуске будет очень мягкой и испортит весь внешний вид и вот такими кусочками нарезаем добавляю немного соли перемешаю и оставлю на полчаса или 40 минут чтобы баклажаны просолились и удалилась лишняя влага бумажное полотенце я застелила в чашу высыпаю баклажаны частями и промакиваю нужно чтобы баклажаны были максимально сухими добавляю немного растительного масла перемешиваю и высыпаю форму для запекания и также оставшиеся баклажаны которые не поместились сладкие перцы я немного присолила и добавила масло и также высыпаю форму мы их тоже будем запекать в духовке отправляем в духовку сейчас приготовим томатный соус помидоры я перекрутила и добавила столовую ложку томатной пасты добавляю соль сахар и кориандр 1 литр перекрученных помидоров должен быть уксус и растительное масло все перемешиваем и варим 5-7 минут на огне меньше среднего и соус будет готов попробуйте его на вкус нарезаю много зелени и добавляю сюда красный острый перец и чеснок перемешиваю хорошо запеченные овощи сейчас буду раскладывать в банке на дно каждой банки я выкладываю два или три кружочка помидоров баклажаны кусочками запеченные несколько кусочков запеченного болгарского перца и добавляю зелень одну полную хорошую столовую ложку и томатный соус который мы приготовили отдельно также опять помидоры баклажаны перец зелень и опять соус в каждую банку должно поместиться приблизительно 100 120 миллилитров соуса тогда баклажаны будут сочные и сохранять свою форму и так заполняем все банки закрываем крышкой не до конца сейчас закуску будем стерилизовать в кастрюлю бумажное полотенце на дне кастрюли я поставила банки наливаю воду до плечиков и стерилизую 12 минут так как у нас овощи уже готовы подтягиваем крышки и ставим на деревянную доску переворачиваем крышкой вниз банки закрываем теплым пледом или полотенцем оставляем до полного остывания хранится эта закуска может даже при комнатной температуре невероятно вкусная ароматная и очень красивая закуска готовьте с удовольствием обращиваем